Девушки отдыхают Сами собрали и покрасили в разные светло-зеленые цвета Всевозможные книги по ландшафту, калька, мы что-то чертим На этом бусике едем на объект с лопатами, копаем там, высаживаем дерево Мне казалось, это замечательный способ, как жить и работать Тогда я думал, что хватает от 3 до 7 человек А теперь мы видим, как выросла команда От 30 до 70 человек Но как это произошло? Я не могу сказать Это так же, как дерево растет, из семян И пока оно, маленькое дерево, думает, все здорово Но оно не может остановиться в росте Теперь я понимаю, чтобы создать то, до чего я сам уже дорос и к чему готов Ибо амбиции растут Да, мне нужна команда от 30 до 70 человек По крайней мере сейчас я думаю именно так И это даже не я решаю, насколько большой должна быть команда Это скорее решение вселенной, какой-то энергии, которая чувствует, сколько нам дать, а сколько отнять, что с нас требовать, какие задания нам поручить Это такие интересные вопросы, и интуиция мне подсказывает, что они мало зависят от меня Когда-то решили поиграть не в «Выше земли» или «Прятки», а в «Лабиекоки» Есть такая игра, которая началась примерно в 2003 году Мы с одним парнем размышляли, когда мы поедем в Норвегию для работы над проектом, какое могло бы быть название «Лабиекоки» звучит хорошо Был, правда, еще один вариант – «Роза» или нечто похожее У него были разные идеи у этого парня Скорее всего, это игра на всю жизнь Кто-то катается верхом, кто-то выращивает собак, кто-то рыбачит И это их игры, а моя игра – это забираться на деревья И вот хорошая новость Примерно 35, а может и 70 человек – участники этой команды Невозможно понять, это небольшой автобус или маленький корабль Ну вот они собрались вместе, они едут на место, где не очень комфортно Там никто не хочет находиться А мы поработали, хоп-хоп Потом уезжаем обратно, а люди приходят и говорят Ого, как тут здорово! И это место остается благоприятным для людей и их деятельности Вывод, почему я работаю в «Лабиекоки» – это однозначно команда Коллектив – это одна большая семья Все молодые, радостные, без лишней усталости, без лишнего негатива Хотя я самый негативный член команды Каждый день я еду на работу с радостью, встречаю здесь друзей, ибо они и правда друзья Даже вне работы Мы встречаемся, посидеть, приготовить шашлык И это очень важно И разумеется, в профессиональном смысле Все коллеги очень талантливые Конкурентно способные как на латвийском, так и на международном уровне У них можно учиться В последнее время я тоже вкладываю силы в саморазвитие И мне это нравится Когда я вхожу в офис, мои глаза горят И у людей, которых я там встречаю, тоже горят На самом деле я работаю здесь ради этих горящих глаз Ибо мне нравятся люди, у которых глаза светятся Иногда меня еще светлячком называют из-за этих сияющих глаз Мы обожаем то, что делаем И это самое главное Поэтому и результаты такие хорошие И столько людей хотят с нами работать Мы даже не успеваем сделать все, что люди хотят Иногда, к сожалению, приходится отказывать Этим людям не все равно, что они делают Они прекрасно понимают, почему они тут И понимают, что они хотят здесь быть А те, кто не понимает, ну, они не с нами У нас классный и дружелюбный руководитель Хороший маркетинг На самом деле начинать нужно с Эдгара С того, какая он личность Он собирает вокруг себя людей с такими же качествами, как и у него Это честность и справедливость Это не какой-то обман, который, как мне кажется, довольно популярен в области бизнеса Где главной целью являются деньги А не качество или жизненные ценности Мы работаем так, как будто это наша компания, наша собственная И мы работаем не на кого-то, а для себя И мне кажется, люди это ценят И мне кажется, что это самое настоящее И у нас нет никаких тайных замыслов А работаем по принципу сделать как можно лучше Чтобы сделанное само функционировало А через годы переработалось и вернулось в природу Мне кажется, клиенту нравится то, что когда он нанимает нас как исполнителей Ему больше не нужно волноваться за результат Останутся ли какие-то неубранные ветки Не будет ли недостатков по проекту Все будет сделано по совести Невозможен вариант Ай, никто ведь не заметит И пусть уже на улице 10 вечера Мы обязательно соберем все последние веточки И оставим клиенту чистоту Отношения – это то, за что я получаю больше всего слов благодарности от клиентов Это та аура, которую излучают наши сотрудники Выходя из красиво обклеенных машин с улыбкой Всегда позитивные, одинаково и аккуратно одеты С желанием работать и возможностью решать проблемы клиентов И находить ответы в любой ситуации Клиенты, возможно, не видят, что нас держат вместе А вместе нас держит некое семейное родство Но клиенты могут увидеть то, что наша ценность – это люди Мы работаем тут и открываем свои сильные стороны Мне даже кажется, что тут, как волшебная мастерская, где каждый находит себя Золото начинает блестеть, серебро сиять И для каждого драгоценного камня мы находим правильную сторону для огранки И это не по принуждению Все получается само собой Как получить такую команду – вопрос тяжелый Да, я думаю, есть предприниматели, которые это уже заметили Мы, разумеется, работаем со многими компаниями И они уже заметили, что у нас не самые высокие зарплаты Хотя бы глядя на выписанный нами счет Команда из пяти человек работает по заказу, выписывает счет И там отличные люди, а счет был не таким уж огромным Возможно, они там работают по сварке алюминия Выполняют строительные заказы государственного масштаба Но у них не такая хорошая команда И мне кажется, что ответ такой Руководитель компании собирает команду 20 лет И с каждым будь уважителен и честен До самых корней и в каждом вопросе В общем, будь честен Если что-то не так, деньги, неприятности Ты должен быть честным с каждым из них до конца Да и, возможно, сотрудникам, если у них наболело Сказать тебе об этом И надеюсь, что своим людям я такую возможность даю Устранить зародыш любой боли или проблемы Это как отличная клумба Там нет плохих растений, проблем, которые часто душат Прекрасные идеи, хорошие работы, хорошие дни, как таковые Да, это не такая простая задача Собрать надежных людей Именно поэтому я своей командой горжусь Если люди ко мне относятся хорошо Например, вон там за стеной сидит лама Все хорошо, я прохожу мимо, она ест морковку Я беру морковь, не спрашиваю А она мне говорит Эдгар, возьми еще одну Потому что человек хороший И ей не жалко поделиться Весь опыт, который я получил Точно помог мне быть там, где я сейчас И двигаюсь в правильном направлении Оно довольно конкретное и четкое Не отклоняться в разные стороны Работа, идеи, мысли приходят И с каждым приходящим человеком наше пространство растет И становятся шире в моей голове в мыслях Да, мы такие и такие наши ценности И именно так мы хотим поступать У людей, живших, скажем, 50 лет назад Наверное, просто не было времени Так много думать о том, в какой цвет что-то красить Синий или другой Сажать шток розы или тыкву Как будет выглядеть лучше, это было второстепенно А в современном мире люди так организовали свою жизнь Что у них много времени думать, например, о том Как я буду выглядеть Есть ли у меня квадратный сад Или что будет, если в моем саду будут только розы И сколько И все они желтые или красные Может, я и сам тогда изменюсь Нашей команде, конечно, нужно понять Как должно выглядеть пространство Мы можем помочь понять и другим К примеру, посадить розы Как, куда, что делать, если болеют И так эти вопросы растут Как ручей все шире и шире Кто бы мог подумать года 3-4 назад Что мы будем заниматься деревообработкой Иногда нас, конечно, называют Компанией по деревообработке Потому что деревья хорошие Думают, наверное, что есть и лесопилка Или что-то такое Но мы тогда смеемся в ответ Ибо древесиной мы не занимаемся У нас есть цветы, деревья, кусты Которые мы сажаем И вот теперь мы, очевидно, так разрослись Что стало много людей, имеющих разные профессиональные навыки И мы искренне верим, что это наша ценность Что вещи, попадающие к нам в руки, важны Например, деревья, которые мы вынуждены спилить Везем домой И мы не хотим распиливать их на дрова Сжигать и так далее Они у нас накопились И мы потихоньку сами что-то делаем Делаем для своих детей Для детей-друзей и так далее И так сложилось, что в Лабе и Коке Мы уже зарегистрировали отдельную деятельность деревообработки Наши ветки, спиленные арбористами Доски от погибших деревьев Уже превращаются в реально ощутимый объект деревообработки В столы, в скамейки или домики для детей Город, куда люди переселились последние сто лет Отнял у нас природу настолько Что да, у нас есть отдельные деревья где-то Но возможности войти в лес в городе нет И у детей нет леса между домами и школами У родителей по дороге на работу Там нет леса посередине И природа в городе превращается в природу на балконе В горшочке А это не та природа, где мы можем восстановить силы Где есть возможность ходить босиком Где может укусить насекомое На которое ты нечаянно наступишь Где поют птицы Где все цветет, пахнет и опыляется Дает плоды, запахи А ты наслаждаешься этим урожаем Пробуешь, слюньки текут А осенью это компост Все перегнивает, замерзает Весной снова всходят семена Которые осенью посеялись в этот компост И все начинается сначала И ты через это проходишь И мне кажется, это и есть сад На самом деле, как бы глуп ты ни был Ты понимаешь, что ты, как и любое из этих растений Пропадешь, сгниешь осенью А вопрос будет, где ты оставишь информацию о себе В желудке или в семечке подсолнуха Обезопасив себя так, чтобы перезимовать Потом пройдет процесс стратификации И весной все начнется заново, но уже без твоего тела Ибо оно останется, как пища для других И по аналогии пищи для других У нас, у людей, такая пища – это наша культура Которую мы собирали в течение жизни Убрали все лишнее и поместили Либо в один чемодан, а может в одно письмо Или тетрадь И написали своим потомкам инструкцию Вот чему я научился И если вы это прочтете Ваша жизнь будет легче Если этой природы станет больше хотя бы на один процент Это замечательно Это настоящий толчок В природе кто-то помог, и теперь ее на один процент больше И она ближе к людям Люди часто сами создают такой туман вокруг Что в конце концов эту природу они не видят Ее просто нет И на самом деле, если в этом тумане кто-то может помочь разобраться с коммуникациями Останется ли дерево, или будет и дерево, и коммуникации Посадить дерево тут и тут, и вот там И тогда вот, вот оно Да, я не в лесу Но природы много и жить с прекрасней Вдруг кто-то именно так и подумает И кто это сделал? Лаби Коки Сейчас эта команда уже такая большая Что у меня не всегда получается поговорить с каждым новым сотрудником Каждый год мы все равно растем на один, два, три человека И это дополнительные силы для команды И сейчас, рассказывая это, я бы хотел попросить новых сотрудников задуматься Правильно ли они выбрали капитана И на нужном ли им корабляне находятся Ибо курс достаточно четко установлен Мы идем туда, где много деревьев Много природы Туда, где нужно будет много потеть, копать, есть грязь И получать от этого всего удовольствие и удовлетворение И много лет подряд Это вам не на неделю отплыть Этот корабль, который надолго к берегу швартоваться не будет И поэтому в нашей команде так Если кто-то сомневается Нужно задавать вопрос Нужно сделать себе вызов, чтобы проверить А это именно то, чем я хочу заниматься И, наверное, чем скорее, тем лучше А если ответ «нет», то не нужно себя мучить Ибо, возможно, ты занимаешь чужое место А ты обязательно найдешь себя в другой области Где появятся правильные ощущения Мне бы хотелось, чтобы каждый взглянул внутрь себя И, оценив свою суть, понял Да, это я, Эдгар или Мартинч И я занимаюсь именно тем, что я, Эдгар, должен делать И тогда все остальное наладится Интересно, что думают семена живой природы Когда они растут, знают ли они, что из них вырастет Как тот утенок, ставший лебедем Знает ли росточек сосны, что он вырастет 30-метровым Или что он будет широким и большим А росток огромного дуба, или черной ольхи, или березы Или он растет и вдруг констатирует Какой он? Радуется этому, ведь, возможно, он самый большой в лесу Наверное, очень приятное чувство Он растет, растет дальше, а потом видит Хм, все уже выросли А я? Я, наверное, боярышник? Или березклет? Что-то мои родные натворили И дали мне небольшую ДНК А может, я кизильник? Или ирга? И понизу расту? А все уже ввысь вымахали? Хотя в садик и в школу вместе ходили А теперь посмотри, где они? А мне кажется, что я в этом вопросе Не нужно излишне волноваться Ибо ты вырастешь таким большим, каким тебе суждено И сейчас у меня ощущение, что мы сделали много Но нет чувства, что мы остановились и достигли своего потолка Вершина своего леса По-прежнему случается Человек приходит, садится, делится И у него есть амбиции, планы И если это совпадает с моими ценностями, планами И с тем, что Латвия не является нашей личной границей Отлично Мы должны создавать вещи, которые важны для Европы И даже для планеты И с людьми, у кого похожие взгляды Мы растем И такие люди становятся новыми веточками на нашем дереве Лаби Коки Ювелирная стадия закончилась Когда было ощущение, бьющее отовсюду энергии И желание делать все Сейчас мы уже окрепли Достигли той высоты Когда мы начинаем производить семена Начинаем назревать Но это всего лишь начало назревания Начало роста корней во все стороны Дуб растет 200 лет Ну ладно Если мы черная ольха Тогда еще лет 50-70 Будем назревать Редактор субтитров А.Семкин